Приветствую вас, Лаура. Вы знаете, ну, наверное, первое, что необходимо сделать, это вам разобраться в себе, прийти в какую-то норму относительную, да, чтобы чувствовать себя немножечко лучше, немножечко корректнее, может быть, может быть, ну, чтобы лучше чувствовать себя, чтобы лучше ощущать себя, вот. Без этого вы просто не сможете, да, у вас не получится восстанавливать отношения, потому что вы будете в какой-то степени сконцентрированы на себе, да, вот вы только на себе будете сконцентрированы, и это нехорошо для вас. Привязка в любом случае не есть хорошо, именно привязка к человеку, и, на мой взгляд, восстановление отношений как раз и связано с тем, чтобы привязку снять, ладно, чтобы, ну, чтобы привязка была не столь сильная, чтобы привязка была не столь активная, чтобы привязка была не столь, эм, такой вот, чтобы Вы прям очень сильно нуждались в нём. Вот, с другой стороны, потеря ребёнка, это, конечно, серьёзный удар. По вам и травмы, которые нужно прожить. Правда, если честно, я не очень, вообще говоря, понимаю отношения ваших ребёнок. То есть, как вот в начале, что-то говорилось про аборт. Вот, а потом как-то непонятно, да. То есть, такое ощущение, что вы надеялись ребёнка оставить, вот. Но при этом новый человек настаивал или склонялся по чекобот. То есть, это такой момент. А здесь тоже совсем всё, как бы, очевидно. Вот. Дальше. Панические атаки. Крайне серьёзная история. Здесь нужно, опять же, помочь вам это всё прожить, потому что там просто так панические атаки не возникают. А ваша привязанность к ребёнку и к человеку, к своему молодому человеку, на мой взгляд, свидетельствует о том, что вы, ну, не совсем самостоятельны, да. Вот. Хотя, скорее всего, в этом не согласны. Не согласитесь. Вот. Так вы описываете трудности, которые возникают, в принципе, у любой пары, может быть, не так спонтанно, как у вас, не в таком объёме, как у вас. Но в целом эти трудности проходят практически все пары и выживают те пары, у которых есть что-то общее, да. То есть, ну, если, вот, у пары есть вот общее, если есть то, что объединяет, вот, то, как бы, пройти не составляет труда. Да, трудности. Но если общего недостаточно, то в таком случае люди отдаваются друг от друга. Если, например, по какой-то причине, допустим, людей объединяет только отдельные сферы взаимодействия, ну, отдельные сферы взаимодействия между друг другом. Вот. Так что, вам, это тоже надо смотреть. А, нужно смотреть, что вы понимаете по восстановлению отношений. Вы говорите про нуждаемость в человеке, то не совсем это про восстановление отношений, а скорее про вашу какую-то проблематику некую. Вот. Если мы говорим про, ну, если вы говорите точнее про восстановление отношений, то мы говорим, вы говорите здесь про вашу проблематику, это ваша проблематика по большому счету. Вот. И здесь момент не в том, чтобы восстанавливать отношения, да, а момент в том, чтобы, чтобы становиться более самодостаточно вам. Вот именно вам самой. Чтобы вы как-то вот в этом направлении больше двигались, ну, старались двигаться. Вот. А, то есть, входить не в то, что сейчас вы хотите, входить не в то, что сейчас вам нужно. Вот. И, соответственно, смотреть на то, как это можно реализовать. Вот. А в зависимости вы говорите про то, чтобы восстановить отношения, да, вы не говорите про то, что, ну, что вас волнует именно сам человек, да, вы говорите, что вы к нему привязаны. Это по привязанности. И вот, соответственно, с этого нужно начинать, с выделения, с формирования того, что вы хотите и выбора, такой вот, выбора наиболее адекватного. Подходящего способа удовлетворения вашей потребности. Вот. Вот. Так, чтобы, при этом, не страдал, допустим, молодой человек, чтобы при этом не страдали вы. Вот. И так далее. То есть это очень важно. Сейчас вы, зависимо от партнёра, ну, вам это ценности не добавляет. Вот. Ну, в отношениях, я имею в виду. В отношениях вам это ценности не добавляет. Так же очень важно понимать, что если вот человек вас, например, ударил, да, то априори это в какой-то степени проблема с самооценкой. Вот. Потому что, ну, мужчина бы просто так вас не ударил бы. То есть, я не говорю, что вы виноваты, потому что он вас ударил, нет, не поймите, неправильно. Вот. Я не говорю, что вы виноваты. Не хочу, чтобы вы думали, что это вы виноваты. Ну, вот. Но дело здесь именно в том, что мужчина ударил вас, в том числе, потому что вы к себе с носами, вот, относитесь, ну, с неким таким обесцениванием, скорее всего. Вот. Вот. А, и вот эта вот ваша рассказ, мы, 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 то, что вы говорите мы, это вот больше правопозиция слияния. Вот. То есть, ну, в проблемах различных границ между вами и вашим партнером в отношениях. Как следствие, ну, следствие, а, размытие этих границ, следствие гем, размытие границ. И является подобной агрессией, возникающей, ну, вот, кстати, да, не только у молодого человека, но и у вас, как я понял, тоже. Вот. И, соответственно, тонкость, наверное, здесь в том, чтобы, как разобрать и рассмотреть вот эти все нюансы. А, значит, таким образом, чтобы, повторюсь, чтобы и вы были удовлетворены. Вот. И, чтобы ваш мужчина, да, не чувствовал какого-то вот негатива, да. Вот. Чтобы ваш мужчина чувствовался, да, там, ну, грубо говоря, максимально свободным, да. Настолько, насколько это возможно. это тоже очень важный момент. Повышать для него собственную привлекательность нужно, что очень сложно, если вы оставите у себя свои переживания по поводу патриарабинга, если вы не займётесь тем, чтобы адекватно как-то его проживать, и соответственно шансы на то, что у вас получится. Отношения как-то вот в стране, да, как вы говорите, естественно уменьшаются с другой страны. Нужно понимать, что... Нужно понимать, что таким как раньше вашего отношения не будет. Это нужно понимать. Нужно понимать, что ваши отношения изменились, нужно понимать, что ваши отношения скорее всего будут другими. Нужно понимать, что ваши отношения действительно меняются, нужно это понимать. Нужно относиться к этому, ну, как бы, как к чему-то нормальному. Ну и, собственно, это и есть, это и есть то, что нормально абсолютно для, ну, для любой пары, в принципе. Вот. Я думаю, что проблемы, о которых вы написали здесь, я думаю, что эти проблемы у вас были, скорее всего, еще до вступления в отношения, вот, и были всегда. Вот. Вот. Такая вот история. Вот здесь. То есть, вот, значит, веет от вашего текста, вот, какой-то такой несамостоятельности, да, какой-то такой тревожностью, неопределенностью и так далее. Вот. Вместе с тем чувствуется, как бы, не проработанность определенных зараживаний, в том числе, может быть, эм, и в прошлом, в детстве. Вот, вы сейчас пишете, вот, вот, я не хочу его терять, он мне очень сил, он мне нужен как-никогда. Вот. Постарайтесь поисследовать этот момент, э, для чего нам нужно, из чего протекает, э, ваша, э, его нужность вам. Вот. Вот. Симена binary. Вот. 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 Мы там фильм, я надеюсь, что по могу вам. Я желаю вам всего самого доброго, и удачи!